Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии. Разумеется, снова возвращаемся на финансовые рынки, смотрим за этой безумной волатильностью. Очень надеюсь, что она не стала причиной фатальных сделок, а напротив, поспособствовала приросту ваших депозитов. Разумеется, сейчас мы коснемся основной ситуации, которая сейчас разворачивается на финансовых рынках, посмотрим за динамикой фондовых индексов, ну и традиционно вернемся к тем активам, которые мы каждый день возвращаемся для того, чтобы определить конкретные спекулятивные цели. Сценарий прежний. Как всегда, кодовое слово будет анонсировано либо в середине брифинга, либо ближе к концу. Кодовое слово позволяет вам получить бонус на пополнение плюс к тем акциям, которые действуют в рамках нашей компании. Бонус действует до следующего брифинга, то есть до завтрашнего утра, поэтому есть еще, в принципе, сутки, чтобы воспользоваться этим предложением. Для того, чтобы его получить, опять же, все, как и всегда, достаточно связаться с вашим персональным менеджером и, соответственно, потребовать его получения после, конечно же, оглашения этого кодового слова. Ну и теперь, собственно, давайте не будем терять времени. Переходим к нашим традиционным начальным вступительным активам. Это нефть и динамика российской валюты. Что мы видим сейчас по бренду? Актуальные цены примерно находятся на уровне 43-49. Локальный минимум буквально вчера был 42, а с небольшим. И фактически, учитывая тот прессинг, который был оказан на поведение черного золота, он позволил нам сделать ставку на то, что коррекция будет сохраняться и дальше. Следующей целью может оказаться уже 41-50-41. И мы вообще-то замахнулись даже на возможность движения бренда в район мощной такой, может быть, даже новой психологической поддержки, которая значится в районе 40 долларов за баррель. Но это еще не те минимальные уровни, которые имели место быть несколько лет назад. Ну, несколько лет, конечно же, относительно. Напомню, что в восьмом году минимальный уровень был примерно 37 долларов за баррель. Тогда мы свалились с уровня почти 140. Мотаем еще назад, в 2004 год, там были значения поменьше, примерно 23-24 доллара за баррель. Может быть, даже минимум в районе 20. Ну вот, 1998 год, он был одним из самых интересных, потому что тогда, в принципе, мы видели, как бренд пролился до, по сути, уровня, когда нефть не стоила ничего. За один баррель черного золота давали всего лишь 10 долларов. Проблемы для российской экономики тогда были существенные. Ну, хотя, если сейчас посмотреть уже в перспективе, с замахом на прошлое, текущие трудности, с которыми столкнулась российская экономика, они, по сути, ничуть даже не уступают тем проблемам, которые имели место быть тогда. Возвращаясь к нефти, если мы поставили коррекционную цель, и, разумеется, мы аргументировали эту позицию тем фоном, который сейчас характерен для этого актива. В целом, действительно, наверное, с какой стороны традиционно мы бы не зашли, пытаясь поставить конкретные цели коррекционного характера, у нас будет множество серьезнейших фундаментальных причин, позволяющих сделать такую последовательную ставку на то, что отказываться от коротких сделок еще слишком рано. Но при этом мы допускали возможность того, что на рынке могут появиться периодически локальные факторы фундаментального позитива и, собственно, хоть как-то позволить быкам, которые настроены поймать как раз локальное дно, немножко оттолкнуться от него и отыграть несколько, скажем, процентов по бренду. Вчера, на самом деле, такие факторы появились. Но они локального характера. Ключевое слово здесь локальное. Потому что, в целом, даже несмотря на вчерашний всплеск, повышенный интерес к нефти со стороны покупателей, мы не отказываемся от нашей долгосрочной идеи, предполагающей еще более глубокую просадку этого актива. Вчера были опубликованы данные по запасам нефти США. Традиционный отчет вторника. Это частная оценка API. Она предвосхищает данные от Минэнерго США. И, на самом деле, давненько я уже не видел такой статистики, конечно же, позитивной для нефти. Потому что запасы не снизились, как это было в прошлый раз, а, по сути, увеличились на 7,3 миллиона баррелей. Поэтому, в целом, мы видим ту динамику, которая имеет место быть. Соответственно, сегодня у нас уже данные от Минэнерго США. Если статистика подтвердится, уже официальные данные также будут сигнализировать, в принципе, такую положительную динамику, значит, мы сможем наблюдать еще один день локальной поддержки для черного золота. Соответственно, Brent, в принципе, может сохранить этот восстановительный вектор и направиться в район 45 долларов за баррель. Еще более серьезным фактором локальной поддержки для нефти выступило решение Народного банка Китая приступить к новым мерам экономического стимулирования, вынужденным, необходимым, жизненно необходимым сейчас для экономики. И такой мерой стало решение о смягчении монетарной политики и снижении процентной ставки. Напомню, что актуальная ставка буквально утром вчерашнего дня была 4,85%, и Народный банк Китая снизил ее на 0,25% до 4,6%. Соответственно, видя то, что происходит на китайском афондовом рынке, видя те риски, которые формируются в этом регионе и начинают транслироваться на прочих других площадках, разумеется, Китай начал осознавать эту меру ответственности за то, что именно эта нестабильность, неустойчивость, по сути, разрушает мировую экономику. Для того, чтобы хоть как-то повлиять на сложившуюся ситуацию, разумеется, нужно было задействовать инструменты, которые имеются в арсенале любого мегарегулятора, для того, чтобы поддерживать и стимулировать экономику. И такой мерой как раз стало снижение процентной ставки. Но, честно говоря, это не такое уж и радикальное прорывное решение, потому что, если мне не изменяет память за последние, скажем, несколько... Ну, хорошо, в масштабах года это уже не первое снижение процентной ставки, а может быть даже третье или четвертое. А если мы посмотрим, скажем, с октября прошлого года, то, я думаю, что и, наверное, пятое уже по счету. И в целом, после подобных шагов, напротив, мы видели, что Китай по-прежнему никак не мог оправиться. И вот в конечном счете все привело к тому коллапсу, который мы наблюдали буквально несколько сессий назад. Хотя объективные трудности стали характерны для этого региона еще несколько недель назад, когда первый раз серьезно просел шанхайский композитный индекс. Поэтому стимулирование экономики сейчас трейдерами воспринимается, как, наконец-таки, действия со стороны китайских монетарных властей, направленных на спасение экономики. И на рынке сейчас снова присутствуют оптимисты, полагающие, что эта мера должна, разумеется, поспособствовать восстановлению Китая. Если это произойдет, то можно будет делать ставку на реанимирование сырьевых активов. Поэтому нефть получила поддержку. Если раньше Китай выступал фактором серьезной разрузки, то сейчас нефть оказалась в плюсе благодаря, опять же, действиям экономики и монетарных властей Поднебесной. Что будет дальше, конечно же, посмотрим. Но я все-таки для долгосрочного трейдинга еще не советую отказываться от более глубокой просадки по черному золоту. И поскольку мы, разумеется, всегда делаем ставку на средний долгосрочный трейдинг, я считаю то, что уровень 40, ну, все-таки, наверное, этому активу удастся протестировать в самое ближайшее время. Стоит только появиться на рынке очередному негативу китайского происхождения, так, соответственно, снова посыпется сырье, и снова будет оказано то давление, которое сейчас характерно для тех активов валютного происхождения, которые зависят от стоимости на сырье. Это австралиец, наузеландец и, конечно же, канадец. Поэтому позитивный фон вчерашний стал причиной восстановления нефти. И параллельно давайте прям сразу переходить на динамику российской валюты. Мы уже сделали ставку на то, что единственный фактор и единственный фон, за которым сейчас стоит поглядывать, если вы ориентированы непосредственно на трейдинг только рублем, это, разумеется, динамика нефти. Поэтому до этого мы видели 11 торговых сессий, которые закрывались в красной зоне. Они стали причиной серьезного давления и раскучивающейся спирали девальвации рубля. И вчерашнее восстановление, в принципе, позволило рублю также отвалиться от своих минимальных уровней против доллара и снова опуститься ниже сопротивления 70 рублей за 1 доллар. Поскольку, в принципе, долгосрочно тренд не меняется, значит, мы делаем ставку, еще раз напоминаю, ориентируясь на возможное снижение нефти, то, что рубль, скорее всего, окажется выше вот этого важного рубежа 70 против американского доллара. А кто-то использует в качестве объяснения причин вчерашнего укрепления российской валюты еще фактически налоговый период. Да, вчера пришелся пик по основным налоговым обязательствам российских экспортеров. Но все-таки обычно поддержку рублю оказывает не фактическая дата исполнения этого обязательства, а дата совершения конверсионных сделок, когда экспортеры меняют свою валютную выручку на рубли. И, как правило, это происходит, ну, примерно за неделю, может быть, до наступления, опять же, даты основных платежей. Всю прошлую неделю мы следили за налоговым периодом, в принципе, делали ставку на то, что по причине отсутствия прочих фундаментальных факторов это событие, ну, должно хоть как-то сказаться на динамике рубля. Но в течение этих пяти дней видели, как рубль только терял. А поэтому отказались от такого фактора новостной поддержки, как налоговый период, решили, что, в принципе, наверное, единственная помощь, которая может прийти на российский валютный рынок и то, что может помочь окрепнуть рублю, это соответствующее восстановление нефти. Сейчас это имеет место быть, рубль, разумеется, также укрепляется. Но где эта валюта будет к концу сегодняшней торговой сессии, опять же, покажет время. Если нефть не сможет удержаться на тех уровнях, на которых торгуется сейчас, пойдет вниз, значит, мы также увидим и, соответственно, основу минимальной уровни за последние много месяцев. Я делаю ставку на то, что мы, скажем, в ближайшее время, может быть, даже в перспективе недели-полутора, мы сможем вернуться выше уровня 71 или даже хотя бы в районе 72 против американского конкурента. Соответственно, против евро уровень будет еще выше. Поэтому пока не отказываемся от идеи снижения черного золота и, соответственно, еще одних ожиданий, дополнительных ожиданий касательно девальвации рубля. Идем дальше. Европейская валюта и, соответственно, трейдинг евро против основных конкурентов. Но мы делаем ставку на трейдинг против американского доллара. Поскольку вчера мы видели, как восстанавливаются ключевые фондовые индексы, индикаторы, разумеется, восстановление фонды стало причиной выхода капиталов из защитных активов, то есть из японской иены, из пранка, из золота, из облигации, что в целом снова реанимировало интерес к американскому доллару и стало причиной давления на главный валютный риск и на фунт, потому что эти активы в последнее время активно пользовались слабостью американцев. И сейчас этой возможности они лишены. Волатильность, еще раз напоминаю, просто аховая. Если буквально в понедельник мы видели, как пара улетала в район 1.17 евро-доллара, потом корректировалась на 300 пунктов, по сути, до уровня 1.14, сейчас мы видим активную азиатскую торговую сессию, хотя можно сказать, что она уже в прошлом, мы плавно переходим на европейские торги. Но и сегодня ночью также была не совсем тривиальная характерная волатильность, потому что за незначительный короткий период времени евро-доллар, по сути, восстанавливался в район 1.15 и вот сейчас снова корректируется. В целом, какой сейчас является, скажем, фон, определяющим для динамики главного валютного риска? Это по-прежнему, разумеется, динамика фондовой секции, потому что если, скажем, ключевые фондовые индексы снова начнут сыпаться, разумеется, это вернет на рынки прежние опасения, даже за устойчивость и стабильность того же самого Китая. На фоне этих страхов, рисков, трейдеры сразу начнут вынимать деньги из того же самого доллара и нести обратно в те защитные активы, которые, в принципе, пользовались спросом в последние дни. В общем, здесь постоянные качели и всему виной рыночная конъюнктура. Рынок адаптивен, гибок, собственно, как и мы. Поэтому нам остается отслеживать ситуацию и констатировать по факту, опять же, те решения, которые принимаются сейчас на рынке. Хотелось бы мне сказать, что все, паника уже в прошлом, паника, скажем, события, которые формируются достаточно быстро и быстро сходят на нет, но я пока делать этого не буду. Хотя все-таки также считаю, и, может быть, я окажусь и прав, что, наверное, пик негатива, который имел место быть в последней торговой сессии, он уже в прошлом. Значит, есть возможность возвращаться к старым инвестиционным идеям, которые, как ни крути, абсолютно аргументированы, фундаментально обоснованы и перспективны с точки зрения дальнейшей реализации. Евро-доллар. Вчера, что касается новостного фона, были опубликованы данные по ВВП Германии. По факту мы увидели 0,4% квартальный прирост и 1,6% годовой прирост. Вроде бы как отчеты совпали полностью с прогнозом, но в целом это слабые показатели, как ни крути. И эти показатели далеки от стабильных темпов экономического восстановления, которые были характерны для ведущей экономики валютного блока некоторое время назад. Поэтому сейчас на фоне, в принципе, тех рисков той слабой макроэкономической статистики, которая публикуется по Германии, мы в целом приходим к выводу о том, что Германия явно растеряла прежние темпы экономического восстановления. Поэтому этот ВВП можно скорее расценивать как еще один негативный фактор. Да, были опубликованы вчера хорошие ИФА, индикатор экономических условий и настроений. Но я в целом все-таки хочу сказать, что более объективным индикатором рыночных настроений и уверенности бизнес-элиты это индикатор от института ЗЮ, а он находится на 8-месячном минимуме. Поэтому ИФА вчера не стал причиной, скажем, локального интереса к евро. Да и, в принципе, наверное, статистика сейчас не может быть определяющей, когда все настроения формируются, опять же, отношением к фондовому рынку и его состоянию. Разумеется, когда мировой фондовый рынок в капитализации теряет 3,5, почти 4 триллиона долларов за несколько торговых сессий, трейдерам ничего не остается, особенно с большими капиталами, как думать о сохранности своих капиталов и уходить в защитные активы. Но сейчас эта идея уже не так актуальна. Мы видим, как снова перекладываются средства в доллар. Это приводит, точнее, в активы, которые номинированы в долларах. Это приводит к росту к американской валюты и оказывает соответствующий прессинг на прочие инструменты. Поэтому сейчас я все-таки советую следить, опять же, сначала за фондовой секцией, потом за поведением доллара и уже третьим этапом новостного наблюдения можно будет делать ставку на ту макроэкономическую среду, которая сейчас развивается в Европе. И в целом она негативная. Мы знаем то, что ЦИПРОС ушел в отставку, мы знаем, что на носу выборы, и это традиционный период политической нестабильности. Соответственно, добавляем к этому еще экономическую слабость, ожидание новых мер экономического стимулирования, проецируем еще рост и усиление позиций американцев. В целом у нас снова актуальные идеи, направленные на коррекцию и снижение главного валютного риска. Хочу предложить вам комментарии, точнее, цели от СССР и Кредит Агриколь. В последнее время также обращаю на них внимание, потому что очень интересные и классные с точки зрения реализации идеи мы видим. И сейчас они как раз называют, обозначают текущие уровни по евро-доллару как прекраснейшая возможность, подаренная рынком, для того, чтобы встать на долгосрочный сэл. Если, скажем, среди вас есть долгосрочные трейдеры, которые как раз и ищут такие возможности, как раз сейчас эта возможность и предоставлена. Евро-доллар, снова ждем движения в районе 1.10, но наша совсем долгосрочная идея – это тестирование поддержки, которая значится в районе 1.08. Если фондовый рынок больше не будет шалить, значит, разумеется, мы пойдем к этим ориентирам уже в самое ближайшее время. Я думаю, что в перспективе 2-3 месяцев вероятность на реализацию определенной части наших идей, она имеется. Что касается пары доллар-японская иена, Актуальные котировки – 119.60, хотя мы видели, что по причине падения фондовых рынков недавно минимум был 115 небольшим. Сейчас пара уже, американец, отбил почти 500 пунктов и сохраняет потенциал для дальнейшего роста. Ключевым катализатором, триггером усиления позиций доллара выступает сейчас рост доходности американских трежерис. И, соответственно, при росте доходности американских облигаций снижается спред по сравнению с немецкими долговыми бумагами. И создаются еще большие условия для того, чтобы делать ставку на усиление позиций американца. Конечно же, для тех, кто следит за американской валютой, ориентируется на скорое решение по повышению краткосрочных процентных ставок, сейчас, наверное, голова забита формулировками и сообщениями в СМИ о том, что текущий коллапс финансовой системы, валютные войны, транслирование дефляционных рисков может стать причиной, из-за которого ФРС отложит повышение своих ставок. Я считаю то, что оснований для этого не так уж и много. Поэтому повышение краткосрочных процентных ставок остается на нашем радаре. Мы следим за этим событием и ожидаем то, что ФРС все-таки удивит рынок, как, в принципе, это и ожидалось раньше. И это событие может оказаться, ну, конечно же, не таким сюрпризным решением, как, напомню, решение Национального банка Швейцарии отказаться от привязки. Но все-таки, вопреки ожиданиям и тем, скажем, представлениям, которые формируются на рынке, особенно сейчас, ФРС действительно может пойти на нормализацию денежно-кредитной политики. Соответственно, сейчас следим за тем, как доллар набирает обороты, пункты, отбивает утраченные позиции против основного защитного конкурента японской иены, продолжает двигаться вверх, уже уровень, по сути, недалеко 120. И я считаю то, что это так же, как и по евро-доллару, отличная возможность, чтобы вставать в долгосрочные и среднесрочные сделки и позиции по этому тандему валютных активов. Наша цель пока неизменна, 125. При усилении спекуляции на тему ужесточения монетарной политики, особенно если на следующей неделе мы получим хорошие данные по нон-фарм-перлессу и росту заработных плат, я считаю то, что пара очень быстро сможет наверстать те потери, которые понесла в последнее время. Сегодня нас ожидает конференция Дадли, в пятницу Фишера, представителей ФРС. Отмечал я уже, что перед заседанием ФРС нас ждет множество конференций высокопоставленных чиновников, монетарных представителей ФРС. И эти конференции будут такими триггерами, а может быть даже некоторые из них ключевыми катализаторами для поддержки и роста американца. Многие представители сейчас еще склоняются в пользу, точнее, сохраняют нейтралитет касательно повышения ставки или напротив, в ожидательной позиции прежней. Но я думаю, что все будет зависеть от дальнейшей статистики. У нас есть уже несколько союзников. Наша идея прежде всего, это Денис Локарт. Я думаю, что его ряды могут быть пополнены представителями и других национальных банков, которые имеют отношение к ФРС. И, соответственно, также усилят позицию касательно ожиданий по ужесточению монетарной политики. Мы сейчас смотрим за доходностью американских бумаг. Раз доходность ползет вверх, значит, делаем ставку на рост американца и готовимся все-таки к прорывному решению в сентябре. Хотя вероятность этого меньше 50%. Также хотел отметить еще USDCAD, поскольку мы делали ставку на движение к цели 1.33. Откройте, пожалуйста, дневки и посмотрите, что вчера мы смогли реализовать эту инвестиционную идею. Поэтому убираем ее в копилку других инвестиционных идей, которые мы выполнили на рынке. 1.33 – это сопротивление, которое пало, опять же, по причине слабости канадской экономики и, соответственно, усиление позиции американца. Очень важно, что, несмотря на восстановление нефти, вчера канадец не смог воспользоваться этой поддержкой, что в целом указывает на то, что сейчас прессинг составной доллара существенен. Пара сейчас откатилась, торгуется чуть ниже этого значения. Я могу предложить не отказываться от дальнейшего роста и, может быть, снова зайти. Если есть особое желание, скажем, потребность поторговать еще канадцам, по причине, опять же, рисков, характерных для этой экономики, можно прямо с текущих уровней, но лучше все-таки поставить отложенник в районе 1.33 – 1.40 и уже целиком стоять в ожидании нашей цели 1.35. До нее остается совсем чуть-чуть. Еще австралийцы и новозеландец. Поскольку Китай вчера, разумеется, стимулировал экономику, об этом я говорил в самом начале брифинга, это оказало поддержку, разумеется, основным конкурентам – австралийцу и новозеландцу. Сейчас мы видим легкое усиление позиций австралийца на азиатской торговой сессии, но я все-таки советую вам не забывать про факт прошлой девальвации юаня со стороны Китая, что в целом стало причиной удешевления экспорта и удорожания импорта. Вот это уже более крутой негативный фактор для основных торговых статистических партнеров Китая, то есть для австралийца и новозеландца. Поэтому эти валютные активы, даже несмотря на локальный рост, я считаю то, что их нужно смело продавать, и я надеюсь, что вы уже находитесь в затяжных целах, которые мы стали анонсировать много месяцев назад. По австралийцу там и вовсе достигли практически нашей цели в районе 0,70. Сейчас 0,71,50, но в целом при определенной ироничной конъюнктуре сможем протестировать в самое ближайшее время и вот эту существенную поддержку 0,70. Не отказывайтесь от этой идеи. Новозеландец также падает. Что касается фунта, то сейчас актуальные котировки 1,57. Видим то, что и фунт стал терять по причине роста американской валюты, хотя на позиции фунта влияет еще и факт переноса сроков повышения процентной ставки Банком Англии и совсем уж оттянутые на неопределенное время ожидания по достижению целевого показателя по инфляции. Фунт снова ждем возвращения ниже уровня 1,55 и сейчас до этой цели остается 200 пунктов. Но я думаю, что 55 это также будет лишь перевалочным пунктом, потому что мы делаем ставку на еще большее ослабление британской валюты. Что касается бонуса на сегодня, это 5%, кодовое слово нефть. Напомню, что бонусы действуют до следующего брифинга, то есть до завтрашнего утра. Есть целые сутки, чтобы им воспользоваться. Вопросы есть? Тогда большое спасибо за внимание. Ждем дополнительных вопросов и комментариев на нашем официальном канале о маркетинге на YouTube. Оставляйте их под видео окном. Всего доброго. До свидания.